Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. На экране вы видите наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, наши телефоны, телеграм-контакты, адрес нашего сайта, и мы надеемся, что на сайте вас могут заинтересовать и другие материалы, кроме текущего вебинара. Но если вам вдруг не удалось по какой-то причине, либо досмотреть нашу встречу до конца, либо, например, время оказалось вам неудобным, то через некоторое время мы на сайте выкладываем записи вебинара, и вы можете посмотреть его в любое удобное для вас время. Ну, точно так же, как и посмотреть материалы других вебинаров, возможно, вас еще что-то заинтересует. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина, вы видите мои контактные данные на экране. И поговорим мы с вами сегодня про конфигурацию 1С ЗУП, и, соответственно, про случаи, которые связаны с увольнением сотрудников, с отражением в отчете ЕФС-1, который с этого года подается в Объединенный социальный фонд России. Ну и, собственно, поговорим про другие тонкости приема, увольнения, оформления документального, именно по этим вопросам. Как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Мы будем нормативные, так сказать, нормативные материалы смотреть на слайдах, и, соответственно, после этого будем переключаться на демо-версию ЗУПа. Сейчас я переключусь вот таким образом, и будем уже, так сказать, на практике смотреть то, о чем мы поговорили в теории, и, соответственно, будем делать некоторые документы, смотреть, что из этого получается. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам, то есть к нашей нормативной информации, и, собственно, поговорим о том, какие сведения из нового отчета ЕФС-1 необходимо предприятелю, как работодателю, предоставить сотруднику. Какие не нужно. Поговорим о том, какие отчеты мы подаем в СФР, если, например, у нас случился сложный случай, и работник восстановлен после увольнения, как в этом случае нужно отреагировать на отчет, то есть как показать в отчете ЕФС-1 такую ситуацию. Поговорим о том, что в связи с новыми изменениями изменился и порядок оформления некоторых документов, то есть, например, трудовой договор вместо приказа о приеме на работу. Можно ли уволить сотрудника во время больничного? Еще поговорим про дополнительные сервисы, про личные кабинеты, ну и все, что вокруг и около этого находится. Итак, начинаем с нормативных, так сказать, экскурсов. Согласно нынешнему законодательству, часть документов, сотруднику которой увольняется, должны быть выданы в обязательном порядке, а вот часть, только если сотрудник подал вам заявление с запросом на выдачу ему таких документов. Ну, во-первых, стоит повторить о том, что все копии документов, которые вы даете сотруднику, должны быть заверены в надлежащем законодательством, закрепленном порядке. Ну, во-первых, это все должно выдаваться безвозмездно. Обычно делаются сканы необходимых документов, заверяются они печатью организации, и можно от руки, можно штампик поставить с надписью верно или копия верна, и ставится в этом случае автограф и расшифровка автографа, то есть фамилия, имя, отчество, желательно должность сотрудника, который заверил эту копию. Обязательные документы, то есть те, которые вы должны выдать априори, естественно, то же самое должны содержать печать, подпись ответственного лица, и они должны быть выданы в тот же день, когда вы выдаёте расчёт. То есть по требованиям законодательства вы обязаны выдать и расчёт, и соответствующую документацию в последний рабочий день. То есть, если вы, например, выдаёте на следующий рабочий день человеку расчёт, например, то в этом случае вы уже, к сожалению, нарушаете законодательство. Что же мы должны выдать сейчас в обязательном порядке? Сейчас я говорю к тому, что с нового года у нас произошло достаточно много изменений и в налоговом, и в бухгалтерском, и в кадровом учёте, поэтому вопросы, в общем-то, возникают до сих пор. Ну, во-первых, мы должны выдать человеку расчётный листок, должны ему выдать в руки. И он должен держать, расчётный листок должен содержать автограф работодателя, ну, или ответственного лица, которому будет поручено работать такими документами. И повторюсь, соответственно, расчётный листок должен быть выдан в последний день работы, когда человек ещё у вас работает. Закреплено такое требование в статьях 136 и 140 Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовой кодекс, на самом деле, претерпел не так много изменений, как, например, налоговый кодекс или какие-то дополнительные отчёты. Поэтому, в общем-то, тем, кто работает с кадрами, не так сложно, как, допустим, работникам бухгалтерии, когда изменились и появились новые ФСБУ, и вносились изменения в статьи Налогового кодекса, ну, и так далее. И второй документ, который в обязательном случае должен быть выдан, это бумажная трудовая книжка. Если человек до сих пор получает, ну, как бы, записи в трудовую книжку в бумажном формате, либо, если человек уже написал согласие на получение в электронном формате, то в этом случае должна быть выдана справка СТДР. И, соответственно, в этом случае, в этот же день, или, если быть более точным, на следующий день и позднее следующего дня предприятие должно отправить в объединенный социальный фонд сведения о приеме, либо обувольнении, то есть записи, которые бухгалтерия или кадровый отдел должны сформировать, это отчет ЕФС-1, раздел 1.1, и, соответственно, бумажная форма для самого работника. В этом случае человек может проверить, что конкретно, какую запись ему сделали, и все ли в этом случае у нас благополучно. Кроме этого, мы еще можем работать с такими документами. То есть мы должны подать сведения персонифицированного учета. То есть в этом случае мы используем отчет ЕФС-1, и мы с вами заполняем первый раздел. Первый раздел содержит сведения, которые раньше входили с СЗВ-ТД. Ну и, соответственно, вы видите на экране вот разные разделы, в которых мы должны отразить сведения по поводу увольняющегося сотрудника, то есть записи, которые должны быть сделаны. Обратите внимание, что раздел 2 – это раздел отчета ЕФС-1, который до сих пор еще корректируется, то есть в который до сих пор вносятся изменения. Раздел 3 – это, соответственно, персонифицированные сведения по расчетам сотрудникам по начисленным взносам. Кроме этого, вы должны вернуть человеку все документы, которые от него получали. Ну, например, такие, как медицинская книжка. То есть если сотрудник принимался на должность, которая требует прохождения регулярных медицинских осмотров, то он должен был прийти к вам с труда с медицинской книжкой, либо организация должна была приобрести медицинскую книжку, в которой должны быть занесены прохождение всех обязательных для этой должности медосмотров. Здесь есть одна тонкость. Период, за который необходимо предоставлять персонифицированные сведения, то есть это у нас раздел 3, в этом случае у нас период не установлен. Ну, естественно, удобнее всего предоставлять сведения с начала года, в котором сотрудник увольняется. Ну, то есть, например, с 1 января там по, например, 24 августа. Вот на это нужно обращать внимание. И, опять же, документы, которые вы выписываете сотруднику, если это в письменном формате, то они должны задержать печать, подпись сотрудника, который эти документы составил. И если вы выдаёте какие-то копии, то, соответственно, должны быть отметки о том, что копия верна или просто верна. Ну, то есть порядок документов такой, как мы поговорили немножко ранее. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. Переключаемся. И вот на что я хочу обратить ваше внимание до того, как мы начнём говорить уже более подробно по конфигурации. Во всех конфигурациях работаете вы, например, с ZOOP, то есть зарплатой управления персоналом, или с ERP. Есть вот такая панель и есть вот такая пиктограмма. То есть, переходя по этой пиктограмме, если мы выбираем пиктограмму и с точечкой, то есть это информация о программе, то мы с вами видим, какая конкретно конфигурация у вас установлена, и какой конкретно релиз. Почему обращаю внимание на релиз? Потому что в связи с тем, что у нас было много и изменений форм, и всяких других новшеств, соответственно, если вы работаете с программой, нужно следить за её актуальностью, потому что обновить программу всегда проще, чем потом искать ошибки, а где же вы выдали не ту форму документов, или что-то ещё. После того, как вы проверили, что у вас реально последний, или один из последних релизов, что у вас всё нормально со всеми формами документов, которые вы можете здесь и формировать, и выдавать, и так далее, вы можете уже выдавать человеку данные. Перейдём мы с вами сейчас в подраздел кадры, и хочу сказать вот о чём. То есть практически те, кто работает с конфигурацией зуб, чаще всего работа происходит в двух форматах. То есть, например, учёт ведётся по сотрудникам, но может вестись в другой конфигурации, например, в ERP. То есть в одной конфигурации ведётся и заработная плата, и все налоги, ну и, соответственно, все другие расчёты, и бухгалтерские, и налоговые, и отчётности, и так далее. А может быть немножечко по-другому. То есть вы можете вести всё, что касается заработной платы и налогов, в отдельной конфигурации. В конфигурации, например, зуб, а переносить в другие конфигурации, например, в ERP, в управление холдингом, уже только итоговые данные, то есть все расчёты оставив в отдельной конфигурации, а перенося в вашу рабочую конфигурацию, только уже итоговые расчёты, итоговые сведения. Вот в этом случае нужно иметь в виду, что обычно зуб, ну чаще всего используется зуб проф, вот он практически в полном составе входит в конфигурацию ERP. Мы можем в этом убедиться, если, например, откроем меню подраздела кадры, то, как вы видите, у нас здесь идёт работа с кадрами, кадровые отчёты, сотрудники и сервис 1С кабинет сотрудника. Абсолютно точно такой же сервис имеется и в ERP, ну немножко другая компоновка расположения разделов. И точно такой же сервис у нас есть подразделе зарплата. То есть видите, точно так же у нас есть расчёты и выплаты, отчёты, все начисления, сервис 1С кабинет сотрудника. Когда мы с вами говорим про приём и увольнение, для нас с вами, собственно говоря, в первую очередь интересен подраздел кадры. Потому что здесь, как вы видите, у нас, вот если мы переходим в меню раздела, то вот у нас с вами есть приёмы, переводы, увольнения, изменения оплаты, подработки. Ну то есть вы видите, меню достаточно большое, сюда входят практически все ситуации, когда мы работаем с кадрами. Точно так же есть блок работы кадрового специалиста с подбором персонала. Сейчас он у меня здесь не активирован, то есть в зарплате управления персоналом при первоначальных настройках вам нужно активировать. Что значит активировать? Это значит проставить чекбокс, такую зелёную галочку. Блок подбор персонала. И тогда у вас появится видимость и меню этого блока, то есть будет вот в общем списке вот такая запись подбор персонала. Тогда у вас уже появляются и другие справочники, то есть справочники не только физических лиц или работников, но будет ещё и справочник кандидата. Соответственно, сейчас мы с вами про кандидата говорить не будем, поэтому я начну всё-таки с раздела кадров. То есть, соответственно, кадровые отчёты. Кадровые отчёты вы видите, вот у нас здесь есть такой блок, и когда мы говорим про приёмы перевода увольнения, мы с вами предполагаем, что у нас уже настроены сведения про структуру организации, то есть унесены сведения про подразделения, которые имеются в организации, про виды начислений, про виды удержаний. То есть мы с вами работаем уже, так сказать, на подготовленном программном продукте. Соответственно, мы можем с вами либо перейти в нужный раздел вот здесь, либо все кадровые документы, тогда мы попадаем в общий журнал документов, и можем оттуда уже выбирать нужную нам позицию. Сейчас мы с вами говорим про приёмы перевода и увольнения. Используем вот этот вот, вот эту возможность перехода, и попадаем с вами в общий журнал документов. То есть, как вы видите, здесь у нас идут и приёмы на работу, и увольнения, и, собственно говоря, другие сведения. Значит, интересует нас сейчас увольнение, поскольку мы начали, собственно говоря, с него, то вот сейчас у меня есть готовый уже документ, правда он старенький, но мы сейчас переключимся и создадим новенький. То есть, соответственно, когда мы с вами говорим про увольнение, то в первую очередь нас интересует основание для увольнения. У нас с вами здесь имеется справочник. Справочник очень удобный, потому что, как вы видите, здесь идёт с указанием абзацев, частей, статей и так далее. То есть, чаще всего у нас случается увольнение по инициативе либо работника, либо организации. Но когда у нас с вами идёт ссылка на то, что это статья о увольнении по инициативе работодателей, то тут у нас добавляется много, достаточно много дополнительных требований, которые у нас возникают в связи с разными причинами. Например, сокращение штатов, там, реорганизация, ликвидация и так далее. В каждом случае дополнительно вводятся какие-то либо ограничения, либо требования заранее предупреждать, выдать справки для службы занятости и так далее. Когда мы с вами говорим про увольнение по инициативе работника, здесь у нас ситуация немножко другая, потому что предполагают, что работник сам хочет увольняться, но тем не менее есть несколько ситуаций, когда надо соблюсти, так сказать, ритуальную часть балета. Ну, во-первых, я повторюсь, мы должны выдать расчёт человеку в последний рабочий день. В этом случае у нас не возникает нарушения законодательства, не возникает штрафных санкций. То есть, когда мы выбираем какой-то пункт, который подходит под статью по инициативе работника, то в этом случае мы просто выбираем отсюда. Ну, вот я сейчас выберу, допустим, допустим, вот возьмём соглашение сторон. Как вы видите, здесь есть вот такая пиктограммка, то есть тире с точки. Это значит, что мы выбрали причину из справочника, который был создан через конфигуратор, то есть предопределённые значения. То есть, мы можем добавить сюда какие-то значения свои, ну, может быть, у вас какие-то есть индивидуальные, которые на вашем предприятии используются. В этом случае они будут иметь пиктограммку только тире. Вот этой вот тудочечки здесь не будет. Вот мы выбираем сейчас с вами соглашение сторон. И, соответственно, причина увольнения у нас будет. Опять же, выбираем из справочника. Справочник, как видите, имеет возможность корректировки. То есть, мы можем через кнопку создать добавить сюда какие-то другие записи с другими причинами. Мы сейчас не будем этого делать, мы просто уволим человека. Как быть, если человек ушёл в отпуск и потом принёс нам заявление на увольнение? В этом случае начисляется отпуск так же, как и в общих случаях. То есть, мы рассчитываем количество дней, рассчитываем среднюю дневную заработную плату и, соответственно, составляемый расчёт. Но приказ об увольнении мы пишем последним днём отпуска. И, соответственно, в этом случае программа рассчитывает вот цифры, которые вы видите, которые вы должны выдать при расчёте сотруднику. А вот дальше начинается ритуальная часть балета. Она сохранилась со старых релизов. То есть, видите, я вам показываю за 16-й год, но, тем не менее, в текущем документе, если я сделаю сегодняшний днём, например, увольнение, у меня сохранится, кто утвердил расчёт, когда он должен быть выплачен. И, собственно говоря, подсказка, что, видите, вот выплаты за июль 16-го года уже проведены, уже должны быть закрыты куча периодов после этой даты. И проверьте себя, не ошиблись ли вы. То есть, программа предупреждает о том, если вы нарушаете какие-то регламентные работы. Сейчас мы с вами вот от этого уйдём и попробуем создать новый кадровый документ. То есть, не тот, который у меня уже есть, а, соответственно, вот мы с вами находимся в общем журнале и создаём создать. И вот выбираем, собственно говоря, тот же список, который мы с вами видели в меню подраздела кадры. Вот он здесь. Но нас интересует увольнение. То есть, мы с вами посмотрели, как выглядело увольнение в 16-м году. И вот как происходит оно в 23-м году. То есть, видите, здесь, собственно, у меня ничего не изменилось кардинально. То есть, я точно так же должна выбрать организацию и, соответственно, заполнить дополнительную информацию. Появилось вот такое окошечко «Печатать как?» и «Подсказка». Если вы вдруг забыли или не пользовались этим, то «Подсказка». Вдруг у вас нумерация с тех пор изменилась, и вы ввели какие-то либо префиксы, либо какое-то другое наименование. Здесь хочу сразу сказать, что если вы вводите, например, какой-то номер, неважно, содержащий цифры, буквы, то следующему отчету будет прибавлен автоматически единица, и у вас, соответственно, дальше пойдет нумерация, которая начинается с той цифры, которую вы ввели до этого сюда. И, собственно говоря, сам интерфейс приказа об увольнении у нас не особо изменился. Точно так же мы вводим причину увольнения. Ну, поскольку я выбирала в предыдущем документе, то здесь программа запоминает, какое было предыдущее значение и предлагает его вам выбрать. Если же оно вам не подходит, то, соответственно, вы можете выбрать из справочника любое другое, которое вам подходит. И вот эта галочка «Отразить в трудовой книжке». То есть вот эта галочка у вас должна быть проставлена. А поскольку, ну, то есть, если у вас ведется электронные трудовые книжки и бумажные трудовые книжки, то здесь должен быть обязательно сложок. И наименование документов. Документы «Приказ». Обратите внимание, что вот я перехожу по... Я перехожу по ссылке и у меня здесь появляется возможность создать новый элемент списка. то есть если мне не хватает тех, которые уже были созданы, я могу создать новые. И, соответственно, если у вас увольнение происходит, например, по причине сокращения штата, то в этом случае вы должны выплачивать человеку компенсацию. И, собственно, за сколько дней компенсацию вы должны ему выплатить, вы указываете вот в этом окошке. то есть выходное пособие за сколько дней. Ну, то есть там, например, 14, 20, ну, зависит от причины увольнения. И ставим флажок «Начислить заработную плату». В этом случае программа автоматически будет нам рассчитывать заработок для данного сотрудника. И точно так же у нас есть отметочка «Расчет утвердил». То есть расчет, расчетный листок на этого сотрудника должен быть утвержден в обязательном порядке. Теперь переходим. Здесь у нас в прошлом варианте было чуть-чуть больше информации, но теперь у нас есть закладочки, в которых больше информации мы можем сделать, точнее разместить или получить. То есть если, например, у него не до конца отгуленный отпуск, то мы можем выбрать компенсировать неиспользованный отпуск и в этом случае уже будет информация, которая нужна для расчета. Начисления и удержания тоже будут на отдельной закладочке предоставлены все сведения для того, чтобы выполнить этот расчет. Теперь у нас есть еще один интересный момент, поскольку сейчас очень много сотрудников, которые работают на удаленке или, допустим, неполный день, или по совместительству, или по договорам гражданскоправового характера. Как вы знаете, в этом году законодательство изменило правила работы с гражданскоправовыми договорами и если раньше у вас была возможность, там, например, за счет договоров с ГПХ, немножко, правда, но, так сказать, сэкономить на налогах, то в этом году такой возможности уже нет, потому что приравняли налоги для сотрудников, которые по гражданскоправовым договорам работают и для сотрудников, которые работают на основании трудового договора. Поэтому, собственно говоря, появилась такая возможность. Классический вариант приема на работу. Это мы с вами составляем, то есть заполняем документ увольнения, и после того, как мы его заполнили, мы можем распечатать. А вот здесь у нас, смотрите, распечатывается, печатных форм достаточно много. То есть классический приказ об увольнении, записка расчет, которая подтверждает заработную плату, которую вы приняли к выплате, расчет среднего заработка для сотрудника, если он у вас вдруг попросил. И на самом деле достаточно большой перечень и есть комплект документов, которые при увольнении. То есть если мы выбираем с вами комплект документов, то у нас распечатывается сразу пакет, который включит и записку расчет, и приказ об увольнении, и расчетный листок. Но, как мы с вами уже видели, сейчас мы с вами снова переключимся. Вот так. Снова переключимся на нашу законодательную базу. То есть у нас с вами расчетный листок входит в перечень обязательных документов, которые мы должны выдать сотруднику при увольнении. То есть, соответственно, расчетный листок и если электронная книжка бумажная, то бумажную книжку. Если у нас электронная трудовая книжка, то, соответственно, должны справку по СТДР. А вот здесь вот, значит, нужно иметь в виду, что требования, по которым вы должны выдать трудовую книжку в день увольнения при наличии, при использовании электронных трудовых книжек у нас на самом деле не изменилось. То есть, если вы не выдали сотруднику сведения о трудовой книжке, то трудовая инспекция посчитает, что вы лишили работника возможности трудоустраиваться, ну, то есть, устраиваться дальше. И в этом случае может возникнуть ситуация... Галина, Галина, я прошу прощения, мы потеряли ваш стол и мы только вас слышим. Я сейчас верну вам права и, пожалуйста, запустите демонстрацию. Хорошо, сейчас один момент. Да? Нет, нет, подождите. Галина, организатор, можно. Так, демонстрация есть. Видно? Коллеги, отплясуйте, пожалуйста, или видно вам? Есть. Все, можем продолжать. А с какого момента мы продолжать? С какого? Ну, на минуты три, наверное, назад. Где-то так. Ладно. Так. Ну, я тогда сделаю таким образом. Мы с вами переключались на демо-версию и смотрели, как у нас будет выглядеть расчетный листок и бумажные трудовые книжки. Ну, точнее, мы с вами говорили, какими документами должны быть оформлены увольнения и сведения для сотрудников. Я сейчас снова тогда вернусь на демо-базу. Вот. И мы с вами смотрели документ увольнения. И, собственно говоря, сейчас я подвину вот эту вот штучку, чтобы нам было больше видно. Не так, наверное. Вот. Вот так оставим. То есть мы смотрели, что документ увольнения у нас имеет несколько печатных форм, которые мы можем при необходимости вывести и имеет комплект документов при увольнении. То есть можно там по одному выбирать, что нужно, а можно сразу комплектом распечатать нужные документы. И, собственно говоря, при оформлении увольнения у нас с вами может сформироваться приказ об увольнении, записка расчет и расчетный листок. Ну, естественно, в общем-то, если какие-то еще потребуются документы, раньше выдавалась справка по форме 182 N, то есть по выплатам нарастающим итогам за год для разных адресатов, но она выдавалась в обязательном порядке. Сейчас у нас в разделе, в подразделе кадры есть вот такой сервис 1С кабинет сотрудника. то есть, соответственно, в этом случае сервис достаточно интересный и комфортный. Более подробно можно о нем почитать вот по такой ссылочке, более подробно о сервисе. если мы перейдем по этой ссылке, то есть просто нажимаем на ссылку и провалимся уже в информационный блок, то мы можем нажать подключить и будет подключен этот сервис. Что он дает? Он, собственно говоря, дает возможность сотруднику получить эту информацию, справку 182N ну и некоторую другую информацию получить самостоятельно, напрямую, не отвлекая бухгалтера от его работы. То есть, для бухгалтера это очень удобно, потому что не надо отвлекаться на выдачу справок, то есть и 2НДФЛ и 182N ну вот если мы выбираем например кнопочку подключить, то здесь у нас уже ну технические подробности подключения, то есть логин, пароль, к которым подключаемся мы к интернету, то есть это сведения, которые вносят зарегистрированные пользователи и вносят они эти сведения на основании регистрации на сайте 1С. подключить такой сервис очень несложно, это можно сделать даже самостоятельно без участия IT-специалиста, достаточно собственно говоря просто почитать вот по этой ссылочке информацию и нажать подключить. Это на случай если вдруг у вас некрупное предприятие и вы ну допустим либо не имеете штатного IT-специалиста либо он загружен то есть это можно сделать и самостоятельно так я это сейчас закрою так и снова вернемся в подраздел это мы с вами смотрели дополнительный сервис 1С кабинет сотрудника для организации которые имеют подписку ИТС проф сервис будет бесплатный если у вас подписка ИТС техно она дешевле чем профка ну и по ней многие сервисы требуют дополнительной оплаты оплата правда достаточно символичная потому что например сервис проверка контрагента стоит порядка 4800 рублей за год если это разделить на 12 месяцев то сумма получится вполне себе дружественная и собственно говоря мы с вами смотрели вот этот вот раздел переходили в рабочее место прием и перевод до увольнения то есть это рабочее место кадрового сотрудника здесь отражаются не только приемы и переводы но и перемещение на разные должности на разные подразделения изменения окладов и так далее что здесь важно помнить что сейчас когда мы начали сдавать в этом году ЕФС-1 то сведения про приемы и переводы точнее увольнения приемы и увольнения кадровые специалисты должны подать не позднее следующего рабочего дня после проведения кадрового мероприятия то есть фактически после приема или после увольнения сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам так теперь еще надо сдвинуть нашу линейку чтобы добраться так вот и мы с вами вернулись к нашим слайдам то есть это мы возвращались к тому какие документы в обязательном порядке требуются и как мы должны их заверить и вот это мы с вами разбирали что за документы и для чего они нужны собственно говоря как какой формы каким образом должны быть заверены у нас регулирует письмо вы видите вот оно жирным шрифтом выделено письмо Минтруда который в общем-то описывал порядок выдачи документов при увольнении сотрудника и хочу обратить ваше внимание на то что в обязательном порядке физлицу выдается трудовая книжка и соответственно если это было на бумажном носителе то отдел кадра должен вернуть трудовую книжку если это было в электронном виде то соответственно должны быть оформлены документы для формирования отчета СТДР но обратите внимание что отчет по форме СТДР работодатель теперь не обязан выдавать может но не обязан потому что эту информацию сотрудник у вас может получить самостоятельно в частности вот используя сервис 1С личный кабинет ну или через МФЦ что более трудоемко либо на портале через госуслуги вот через госуслуги это самый такой в общем-то и не сложный и не трудоемкий момент потому что не надо никуда не идти а достаточно через интернет обратиться на госуслуги и оставить заявку на получение такой-то справки такого-то документа еще один момент это про персонифицированный учет персонифицированный учет это у нас бывшая с вами справка 182 Н теперь эта справка у нас не выдается то есть 1 января 23 года вот вы видите справка 182 не выдается увольняемому лицу и соответственно выписку из отчета ГФС-1 он тоже не должен выдавать увольняющемуся сотруднику потому что этот отчет это отчет который сдается в объединенный социальный фонд России и собственно предназначен только для контроля работодателя то есть отчисления которые он сделал и другие вещи которые он отразил на новом месте работы с работника никто не имеет права требовать теперь эту справку есть есть еще один момент сейчас мы поговорим немножко подробнее про то как изменился порядок уплаты и что у нас происходит с налоговыми отчислениями но единый налоговый счет на самом деле вызывал очень много как бы вопросов и до сих пор вызывает несмотря на то что уже прошло практически 8 месяцев с момента когда он начал работать и здесь у нас есть еще одна тонкость что во-первых сейчас как вы знаете НДФЛ облагаются все выплаты которые происходят работникам если раньше начисление НДФЛ происходило в последний день месяца при начислении заработной платы то сейчас НДФЛ начисляется и при выплате аванса ну и соответственно межрасчетных выплат и так далее если мы человека увольняем то естественно НДФЛ мы должны тоже отразить на момент увольнения то есть на момент выплаты денежных средств и в связи с тем что по по налоговым платежам мы должны послать уведомления то естественно уведомления мы посылаем тогда когда человек уволился а не тогда когда мы например как раньше делали расчет то есть человек например уволился 23 числа а начисление зарплаты мы делаем 30 числа то есть зарплату мы считали выдали от 30 числа мы делаем расчет и отражаем в программе эти цифры ну и соответственно показаны начисленные НДФЛ то есть в этом случае у нас теперь происходит это не по последнему дню месяца а по дате выплаты денежных средств здесь еще один момент который нам важно учитывать что получается что у нас с отчетом ЕФС1 работают теперь несколько специалистов не обязательно кадровики то есть раньше было достаточно четкое разделение что какую информацию для каких органов например для налоговых органов или там для трудовых инспекций готовят например кадровики а начисления налоги и так далее это уже бухгалтера то сейчас руководитель может сделать приказ по которому делегирует полномочия по составлению отчетности ЕФС1 в разделе 1.1 то есть там где мы фиксируем сведения о приеме и об увольнении а уже бухгалтера предоставляют сведения в разделе 2 например о начислениях налогов ну то есть уже налоговая отчетность которая подается в этот фонд а еще есть достаточно сложные случаи которые у нас связаны с тем что например если было сложное увольнение и работник восстановлен на работе по решению суда то как мы в этом случае должны поступить с этим отчетом то есть мы же раньше отчитались по ЕФС1 отчитались о том что мы его уже уволили то есть теперь мы должны подать если например это происходило в конце прошлого года когда еще действовали отчеты СЗВТД то в этом случае мы должны подать форму действующую на тот момент то есть СЗВТД и собственно говоря заполнено в соответствии уже с решением суда то есть восстановить этого человека сейчас мы снова переключимся с вами на нашу демо базу вот так и посмотрим с вами ЕФС1 ну то есть самый быстрый способ это открыть это из раздела кадра у нас есть с вами документ электронные трудовые книжки собственно говоря я перехожу сюда для того чтобы показать только я не буду сохранить документ чтобы показать что мне здесь требуется для того чтобы например отчитаться о кадровом мероприятии то есть конкретно об увольнении то есть видите у меня здесь есть сведения о трудовой деятельности работника СТДР и есть ССВТД то есть ССВТД это фактически наша ЕФС1 раздел 1 ну организацию я выберу сейчас у меня для примера видите есть юридическое лицо у которого есть два филиала два обособленных подразделения и соответственно я выдаю текущей датой и по кнопочке заполнить у меня будут сформированы записи которые мы вводили уже как прием или как увольнение то есть они у меня попадут сюда но у меня к сожалению нету здесь сведений по увольнению а если бы были то мне достаточно было бы выбрать по кнопке заполнить всеми мероприятиями у меня бы здесь отразились соответственно кадровые мероприятия которые у нас были но хотела показать вам на самом деле не то как заполняется этот документ а вот что то есть если я делаю документ который касается прошлых периодов когда еще действовал отчет СЗВТД вот я здесь создала у меня есть какие-то записи и для того чтобы получить нужный формат я переключаюсь на печатную форму EFS1 в этом случае у меня сформируется отчет уже в нужном формате и нужной печатной формы если в прошлом то соответственно я выберу СЗВТД здесь обратите внимание на то что EFS1 и СЗВТД имеют разные форматы данных то есть соответственно для того чтобы применить нужный формат проскочили немножко применить нужный формат мы с вами должны сформировать в программе по той дате когда мы с вами готовим такие отчеты и так вот что мы сейчас идем вот у нас здесь соответственно если я выбираю выбираю формат EFS1 то у меня естественно данный документ запишется и получится уже печатная форма и формат документа который принимается на текущий момент мы не будем сейчас это сохранять не надо нам этого сохранять мы с вами вернемся снова в раздел кадры и мы с вами вот сюда еще один сложный достаточный момент когда например увольнение сотрудника происходит ну например либо в период отпуска либо в период больничного листа значит здесь у нас есть несколько ну скажем так очень важных аспектов то есть если например сотрудник написал заявление на отпуск за свой счет в этом случае мы его совершенно спокойно можем уволить в течение его отпуска но соответственно по окончании отпуска если сотрудник ушел в отпуск и заболел а например написал заявление об увольнении то в этом случае нам необходимо его заявление в котором он должен указать свое согласие что прошу уволить меня во время там отпуска и так далее то чтобы собственноручно была написана причина что он хочет то есть это по инициативе работника и что он в курсе о том что он был в отпуске и в это время заболел если например человек находился в отпуске и у него случился больничный то в этом случае предприятие должно ему и оплатить больничный лист и пересчитать соответственно длительность отпуска то есть есть ситуация когда мы не можем уволить человека во время отпуска то есть соответственно когда становится такой вопрос то естественно мы должны учитывать и необходимость документального правильно именно документального оформления такого увольнения здесь нужно помнить о том что заявление на предоставление отпуска должно содержать собственноручную подпись человека то есть есть разные варианты ранее действовали положения когда например кадровые документы на прием на увольнение должно было быть написано собственноручно были дебаты что если например в заявлении текст указан на компьютере а подпись стоит физического лица собственноручная можно ли в таком формате принимать заявление на данный момент можно принимать и машинопечатные заявления но роспись то есть автограф человека должен быть собственноручным иначе могут быть при например каких-то несогласиях могут быть судебные разборки которые к сожалению не всегда оканчиваются в пользу работодателям и еще один момент тоже к сожалению на практике часто встречающиеся это оформление увольнения в результате прогула то есть вот здесь мало того что нужно зафиксировать факт прогула то есть вот мы переходим с вами по этой ссылке и получаем вот такое вот меню то есть болезнь прогул не явка ну соответственно это на одного сотрудника это если вдруг такие кадровые мероприятия приняли массовый характер ну на самом деле мы выбираем болезнь прогул то есть интерфейс в принципе достаточно знакомый и обычно не вызывает никаких сложностей но здесь есть тонкость то есть для того чтобы предприятие могло зафиксировать прогул должен быть составлен акт о том что прогул имел место то есть должна быть создана комиссия составит трех человек один непосредственный начальник ну например начальник отдела и зафиксировано что человек свыше четырех часов отсутствовал на работе без уважительной причины никого не уведомив там ну то есть не предупредив заранее и так далее второе то есть для того чтобы прогул был зафиксирован у вас должен быть составлен график на текущий месяц по которому в этот день допустим зафиксирована рабочая смена то есть человек должен был выйти на работу именно в этот день и должно быть а то должна быть запись на графике о том что человек ознаком то есть зафиксировать прогулы за которого вы можете уволить сотрудника на самом деле не слишком просто нужно учесть еще и вот такие дополнительные требования которые предъявляются к оформлению документов собственно все остальное здесь не отличается от любых других документов то есть приема увольнения мы выбираем организацию мы выбираем сотрудника то есть жертву которую нам надо оформить и соответственно выбираем здесь нужны нам ситуации соответственно здесь для нас важно либо зафиксировать отсутствие человека на работе либо зафиксировать то что согласие человека об увольнении во время например срока отпуска и не только зафиксировать причину увольнения но и согласие работника с тем что он увольняется например по окончании отпуска ну и естественно если как я уже говорила вы столкнулись с какими-то сведениями о том что предприятие например подлежит реорганизации ликвидации и так далее в этом случае вы должны соблюсти ритуал увольнения то есть вы должны уведомить сотрудников за определенный срок вы должны выплатить им при увольнении выходное пособие и вы должны им выдать справку для службы занятости которая оплачивает людям еще период который они должны посвятить поискам работы то есть документы которые мы при увольнении должны выдать этим людям у нас будут немножко отличаться но требования которые мы изначально в самом начале нашей встречи озвучили то есть что документы должны иметь подписи должны иметь печати расшифровки указания должности и фамилии имя отчества ответственного сотрудника который выдал документ эти все документы остаются но поскольку к сожалению увольнение у нас достаточно часто встречающиеся кадровые мероприятия и не всегда оно проходит гладко то требования которые предъявляются к таким документам нам нужно очень аккуратненько соблюдать потому что в противном случае это будут суды это будут разборки нервы ну и собственно отрицательные эмоции что обычно всегда не ну скажем так не не есть хорошо ни для работодателя ни для каких-то других работников еще один момент на который я тоже хочу обратить это на воинский учет воинский учет у нас то же самое что и при работе с некоторыми другими блоками требует дополнительной активации и соответственно дополнительная активация у нас происходит через раздел администрирования в этом случае мы берем раздел администрирования мы можем вот таким образом туда же попасть то есть собственно говоря интересует нас вот что мы должны с вами проставить отметочку что кадровый учет у нас ведется посмотреть сведения про организацию и посмотреть что там стоит активировать то есть стоит чекбокс зеленый сложок что у нас включен воинский учет сейчас очень большое внимание уделяется воинскому учету и соответственно что прием что увольнение сейчас тоже изменили и сроки и форму уведомления поэтому если раньше на это сквозь пальцы смотрели то сейчас ответственность повышена и ответственность очень существенно повышена то есть если должностные лица в этом случае могут так сказать отделаться штрафом от 5 до 10 тысяч то уже юридическое лицо то есть организация этот штраф заплатит в 10 кратном размере то есть до 500 тысяч может быть штраф ну и соответственно дополнительные всякие неприятности значит после того как мы с вами активировали блок то показали что у нас работы включены работы по воинскому учету ну давайте с вами через меню настройка перейдем в раздел организации ну и посмотрим что у меня есть по например по моему головному предприятию значит ну кроме того что здесь регистрационные данные у нас есть учетная политика и другие настройки то есть здесь у нас есть воинский учет и когда мы переходим с вами в воинский учет то соответственно мы указываем с какого года если например мы вдруг случайно так получилось что не ввели воинский учет то мы соответственно указываем с какого года и смотрим добавить и соответственно заполняем воинский учет я не буду сейчас это сохранять вот так вот то есть на самом деле воинский учет это то что мы должны заполнить вот эти два документа То есть план работы по осуществлению воинского учета, ну и соответственно приказ о том, что начать применять этот план. Эти документы уже полностью готовы, то есть они формируются вот таким образом. Если мы при первоначальном заполнении данных нигде не поленились и заполнили все сведения про свою организацию полностью, не пропуская никаких полей, то у нас вот здесь вот сформируется все автоматически, кроме вот этой записи. То есть меню согласовано, должно содержать штамп военкомата, подпись, ну то есть вы видите вот те реквизиты, которые здесь перечислены и соответственно все остальное будет заполнено уже из данных, которые вы внесли в регистрационное сведение. И после того, как вы такой план просто распечатали, соответственно вы создаете приказ, который точно так же, то есть видите, должен быть заполнен по сведениям, которые содержатся в регистрационных данных. Ну вот я на данный момент халтурила, я не заполняла определенные поля, то есть допустим не вводила кто у нас начальник отделов и так далее, поэтому мне теперь придется переходить в режим ручного редактирования и эти сведения заполнять ручками. Ну на самом деле после того, как мы сформировали вот эти два документа, у нас с вами, нет, сейчас мы с вами перейдем, чтобы не задерживаться, у нас уже время, к сожалению, заканчивается в раздел кадры, у нас появляется вот такой вот дополнительный раздел воинский учет, где появляются документы, которые мы должны составлять при приеме и при увольнении сотрудников, которые подлежат воинскому учету. Ну и чаще всего это, соответственно, мужчины и, собственно говоря, чаще всего это мужчины призывного возраста. Тем не менее, мы должны мало того, что вести воинский учет и подавать сведения в инкомат, мы обязаны, кроме этого, по увольнению и по приему на работу подавать сведения в ЕФС-1. При этом у нас сроки немножко отличаются, то есть если в ЕФС-1 мы должны подать сведения на следующий в течение одного рабочего дня, то есть не позднее следующего рабочего дня отправить ЕФС-1, то для информации, информирования военкоматов у нас с вами есть пять рабочих дней. Раньше этот срок был немножко больше, то есть раньше было две недели, но тем не менее. А штрафы, на самом деле, за воинский учет очень серьезны и, соответственно, кроме того, что штрафы, руководители могут быть и мало того, что подвергнуты штрафным санкциям, но, так сказать, в тяжелых случаях они могут быть и дисквалифицированы. Поэтому сейчас при увольнении нужно на это обращать особое внимание. Допустим, в других конфигурациях, в ERP, в управлении холдингом, собственно говоря, в общем-то организован воинский учет таким же образом, то есть это дополнительно активируемая функция. И сведения, которые мы подаем, естественно, точно так же имеют готовые печатные формы, в которой должна быть получена информация из регистрационных данных. Ну и, в общем-то, правила заполнения у нас идентичны и меню этих разделов тоже идентичны. На самом деле, хотела еще на одну тонкость обратить внимание, это то, что у нас в меню кадры и в меню зарплаты в зубе, как вы знаете, в общем-то, дублируются отчетные формы и точно так же, как дублируются сервисы дополнительные. То есть, вот один из кабинет сотрудников я уже показывала и в разделе зарплаты, и в разделе кадры, и в разделе отчетной справки у нас с вами тоже есть блок, то есть видите, один из отчетных блок, который содержит абсолютно ту же информацию, которая содержится, например, и в других конфигурациях, и в бухгалтерии, например. То есть, это уже отчетность его фискальные органы. И здесь вот хотелось показать вам еще один момент. То есть, берем 1С отчетность, у нас с вами отражается общий журнал нашей отчетности, и вот программа начала себя хвалить. 1С отчетности, то есть, это название не только блока, но это и название отдельного сервиса. Это сервис 1С отчетность. Обычно, когда при переходе в этот блок, у нас открывается вот такое вот рекламное окошко, то есть, программа начинает себя хвалить, и посмотреть, а что же это на самом деле такое, более подробно можно вот по вот этой ссылочке. То есть, тогда будет по ссылке, мы подключаемся к информации, где Голя подробно расписана, как это хорошо, и какое счастье у нас будет. На самом деле, смысл вот этой отчетности, то есть, именно сервиса, в том, что он позволяет напрямую подключиться к сайтам, например, налоговой инспекции. То есть, он позволяет миновать третье звено, то есть, операторов фискальных данных. То есть, раньше мы с вами, например, кто работал с Астралом, кто со СБИСом, кто там с Контуром. То есть, мы формировали в программе учетный файл, этот файл выгружался, и потом передавался оператору электронных данных, и уже оператор отправлял этот файлик адресат, то есть, налоговым органам, либо пенсионным фондам. Ну, сейчас это объединенный социальный фонд, то есть, в этом случае мы теряли, как минимум, два дня вот на вот этой пересылке. То есть, мы отправляем оператору, отправляет, оператор отправляет адресату, и потом в обратном порядке и получает это. А поскольку сейчас очень многие ситуации требуют быстрой реакции, то есть, например, если вы получили из налоговой инспекции уведомление о том, что ваша отчетность считается непредоставленной, у вас есть всего пять дней для ответа в налоговые органы, чтобы пояснить или отправить эту информацию, или пояснить, почему они не получили. Ну, то есть, как-то обосновать такую претензию и принять какие-то мероприятия, потому что, в противном случае, у вас сразу все карательные санкции включатся, и блокировка счетов, и все такое. Поэтому, вот этот сервис позволяет, ну, во-первых, сэкономить время, во-вторых, на самом деле, это немного более проще. Значит, здесь тонкость вот в чем, что те, у кого подписка на ИТС-ПРОФ, могут подключить, обратите внимание, одно юридическое лицо или предпринимателя, или юрлицо бесплатно. То есть, если у вас, например, 27 юрлиц, то подключить вы сможете из них только одно. Но если у вас одно юрлицо, то, естественно, с этим проблем у вас не возьмутся. А если у вас подписка не ПРОФ, а ТЕХНО, то в этом случае вы сможете подключить этот сервис за дополнительную денежку. Ну, как я уже говорила, дополнительная денежка достаточно адекватна, то есть, это не большие деньги, но зависит от того, сколько лицензий вам нужно будет. Ну, в среднем это 3800 рублей на год. Снова мы с вами сейчас переключаемся на наши слайдики. Так, мы сейчас перетащим чуть-чуть вот так. Вот, и переключаемся на наши слайдики. И вернемся мы с вами к началу, к титульному листу. Я хотела бы вам еще раз показать нашу заставочку, для того, чтобы обратить внимание на контактные данные. То есть, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. То есть, приглашаю вас к сотрудничеству. Мы на самом деле проводим весь спектр работ с программами семейства 1С. И продажи, и внедрение, и настройку, и редактирование каких-то уже готовых форм или для вас. Разработка новых форм, ну, то есть, любой спектр работ с программами семейства 1С. А поэтому, приглашаем вас к сотрудничеству. Будем очень рады оказаться вам полезными. Ну, и разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. На этом разрешите попрощаться. Компания Кодерлайн благодарит вас. Всего доброго. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.